Рассчитываем ROI интернет рекламы. ROI это показатель рентабельности инвестиций. С его помощью мы оцениваем и сравниваем успешность вложений. Рассчитывает ROI так. Из дохода от вложений вычитают размер вложений, а полученную разницу делят на размер инвестиций и умножают на 100%. Показатель помогает решить, продолжать ли вкладывать средства в конкретный вид продвижения, увеличить инвестиции или сокращать, нужно ли менять стратегию и т.д. Маркетинговая окупаемость. Ведутся активные споры насчет необходимости ROI в маркетинге. Ведь не просто узнать, что сформировало итоговый размер возврата инвестиций. На сложных рынках доходы зависят от периода продаж, профессионализма продавцов, рекомендаций клиентов и просто от времени года, моды или экономической обстановки. Маркетинговые затраты тоже размыты. Кроме стоимости продвижения оплачивается содержание отдела маркетинга, труд связанных с ним специалистов, инструменты, программы для анализа статистики и т.д. Но некоторые области бизнеса допускают подобный расчет. Рентабельность интернет-рекламы. Если говорить об интернет-рекламе для продвижения e-commerce, здесь все немного проще. Основную часть действий посетители совершают самостоятельно, а влияние внешних факторов слабее традиционных форм бизнеса. Целью конверсии может быть любое потенциально выгодное действие. Клики по объявлениям, загрузки файлов, подписки, отзывы, прохождение уровня игры и т.д. Применительно к рекламе рентабельность инвестиций выводится так. ROI равно доход от компании, минус рекламные расходы, поделенные на рекламные расходы и умноженные на 100. Где расходы, общие затраты, такие как оплата труда за разработку, размещение рекламы, стоимость инструментов, услуг провайдера. А доход – прибыль с продаж, то есть все полученное благодаря конкретной рекламе за вычетом себестоимости. Скажем, вы решили использовать 4 способа продвижения. Поднятие органических поисковых позиций SEO, контекстную рекламу Яндекс.Директ, таргетированное объявление ВКонтакте, рассылку по e-mail. Без понимания, какая стратегия лучше, бюджет распределяется равномерно. Еще раз напомним, доход от компании – это сумма дохода по каналу, минус себестоимость продукции, производство, хранение, транспортировка, неустойки и прочие расходы. А прибыль от компании – доход от компании, минус стоимость изготовления. Так, если Яндекс.Директ стоил вам 20 тысяч за месяц, из всех показов объявления к вам перешло 2000 человек, 50 из которых потратили суммарно 50 тысяч, то с учетом себестоимости доход составит 15 тысяч, а прибыль от компании будет отрицательной. 50 тысяч минус 35 тысяч минус 20 тысяч равно минус 5 тысяч. Рентабельность канала составит 15 тысяч минус 20 тысяч, делаем на 20 тысяч, умножаем на 100 процентов, получаем минус 25 процентов. То есть с каждого вложенного рубля потеряно 25 копеек. Некоторые источники предлагают другой принцип расчета ROI, без учета себестоимости продукции или сервиса. Но возникает путаница с определением хорошего ROI. Для тех же величин из нашего примера окупаемость рекламы Яндекс.Директ составит 150 процентов, так как коэффициент считается от суммы дохода, а не с прибыли продаж. При таком методе канал будет эффективным, если его окупаемость превышает 300 процентов. Как видно на таблице, высокая конверсия не показатель успешности вложения в отдельный канал, если мы тратим на него больше, чем получаем с продаж. У Яндекс.Директа оказался самый высокий коэффициент конверсии, но канал оказался убыточным. При этом скромный показатель конверсии email рассылки не помешал ей дать 50 процентов окупаемости за счет большого количества посетителей. Однако если маркетинговый канал оказался рентабельным, это не повод бездумно вкладывать туда дополнительные средства. Подумайте, какие показатели можно улучшить, дабы при тех же расходах получать еще большую прибыль. На этом пост видеоблога LPGenerator окончен. Если вам понравилось видео, поделитесь им с друзьями. Подписывайтесь на наш видеоканал и смотрите наши другие видеоматериалы. Высоких вам конверсий и всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok